В Тернопольской области молились за мир, в Одессе маршировали за таможенный союз, а в Харькове боролись за свободу. Как все это было, расскажут наши корреспонденты. В Одессе сегодня резко активизировались противники евроинтеграции. В центре города собрались пенсионеры, активисты молодежных организаций политических партий. Одни выступили против Евросоюза. Им надо только свое поле для сбрасывания своих товаров. Другие видят свое будущее только с соседней страной на Востоке. Одесса, это таможенный союз. У третьих же вообще свой альтернативный взгляд. Я хочу, чтобы Украина наконец-то была самостоятельная, думала своими мозгами, не западными, не российскими. И наконец четвертые требуют провести референдум по вопросу, куда должна двигаться Украина. Митинг прошел спокойно, провокаций не было. Харьковчане сегодня боролись за свободу. Вернее, за площадь свободы. С первых дней Майдана ее по периметру обнесли забором. Официально, чтобы никто не мешал устанавливать елку. Сегодня активисты завесили ограду тематическими плакатами. На них слово «свобода» на разных языках, гневное обращение к мэру и даже сложные формулы. Вот этот человек, он ограничен, видите, со всех сторон. А этот человек ничем не ограничен. Ну, понятно, что ничем не ограничен быть нельзя, но это же так, формула. Он ничем не ограничен, он свободен. Ему хорошо, он с раскинутыми руками. Видите, грустный, кто и стоит. Харьковский Майдан сегодня немноголюдный. У памятника Шевченко около 500 человек. Организаторы объясняют, многие на выходные уехали в Киев. Для тех, кто остался, устроили рок-концерт. После субботней Божественной Литургии в Почаевской лавре сегодня молились о смирении и созидании. В Почаевской лавре молебни о мире проходят вот уже неделю. Это совершенно особые древние молитвы, которые не читали как минимум несколько десятилетий. Я не пригадую, чтобы в таких сугубых прошениях воно мало места подчас богослужения. При раздорах, при разделениях, при врождении никакого успеха у нас не будет. Молиться о мире в лавру приехали люди из соседних областей. Они считают, такие богослужения сейчас просто необходимы. Их бы не мешало бы каждый раз так, эти молитвы молиться. Розум требует иметь. Розум и все будет хорошо. Мы все люди, все славяне, от схода до схода, от схода до схода, от схода до схода, все люди, мы им молимся. В Почаевской лавре призвали всех православных забыть о гордыне и вспомнить о том, что сейчас передрождественский пост. Ивано-Франковский штаб возле Майдана все больше напоминает стихийный склад гуманитарной помощи. Как и раньше, люди несут все. От теплых носков до сала и свеклы. Одна бабушка пришла к нам и говорит, хлопцы, у меня дома есть два мешка буряка. Я хочу вам отдать буряк, потому что я слышал, что там нет чего борщ на Майдане берете. Местные чиновники призывают горожан поддержать дух Евромайдана. Кто как может, например, украсить витрины магазинов предприятий или просто окна домов национальной символикой. На новогодних елках будут сине-желтые банты. Их уже изготовили молодые люди. На еланках биле админбудинку, на еланках, которые находятся на центральной площади рынка в нашем месте. И также на стоматриевке по кулястых планах. А еще местные чиновники не исключают, что главная елка на центральной площади все же будет раньше. Сомневались. Теперь на сайте горысполкома и в соцсетях проводят опрос среди жителей. Пока те, кто за и против, поровну. Ольга Вахованская, Андрей Анастасов, Инна Белецкая, Лидия Калинина. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует... Продолжение следует...